Как происходит на главной странице Mail.ru Мы поговорим, что у нас было год назад, какой у нас был стэк, какие у нас были проблемы, как мы их решали и что в итоге получилось. Мы пишем на JavaScript. TypeScript у нас было немного. Мы не используем никакие фреймворки. У нас нет ни React, ни Vue, даже jQuery. Соответственно, мы все реализуем сами. У нас какая-то архитектура, которую мы управляем. И также у нас есть шаблонизатор FEST, который был написан в 2012 году нашими коллегами. Давайте рассмотрим несколько примеров. Допустим, у нас есть Diff с динамическими классами. Как это реализуется на FEST? Получается вот такое. Что мы здесь видим? Мы видим здесь много слов FEST. То есть любое движение, которое вы хотите сделать, нужно употребить FEST. Хотите обернуть какое-нибудь значение, оборачивайте FEST value. Хотите сделать пробел, пишите FEST space. FEST space. Очень круто. Второй пример. У нас есть какой-то массив, мы хотим вывести список ссылок. И всем, кроме первой, задать класс Games Sublink. Как это выглядит? Вот так. Что мы видим? Опять FEST. Старый добр FEST. И вот. Какая здесь проблема? Здесь очень большая вложенность. То есть видно, что все идет как будто елочкой. Это очень плохо читается, и на самом деле с первого раза непонятно, что здесь вообще происходит. Как у нас все блоки рендерятся на странице? Вот таким образом. FEST include — это мы подключаем данные на страницу. Далее мы функцией insert here вставляем блок на страницу рядом с этим скриптом. Соответственно, мы передаем им данные, которые мы получили. Мы задаем класс, который отвечает за всю логику отображения и перерендеривания. И мы передаем имя шаблонов FEST. И таким образом он вставляется прямо здесь. Последний пример. У нас есть пасковая строка. Это input. И есть у нее крестик, при котором можно стереть все в input. Каким образом мы все это делаем? Это обычный класс. Мы объявляем какие-то переменные. При рендере мы используем DOMAPI, получаем элементы. Далее нам нужно навесить обработчики. И, соответственно, нам также нужно следить за тем, сколько символов напечатано, чтобы отображать или не отображать крестик. Какие недостатки у нас в этом есть? Как вы видели, код на FEST объективно нечитабельен. То есть с ним очень трудно работать. Он был написан своевременно, и у него есть какие-то плюсы, но синтексис, на котором мы работаем, он очень ужасный. Так как у нас нет ничего из коробки, нам приходится все делать самим. Начиная от связывания отображения с данными, заканчивая реализацией общения объектов на странице. И, соответственно, так как мы все писали сами, код порой получается очень громоздкий. И всеми файлами, которые здесь были, рисунками, не передать всю сложность проекта. Поэтому можете умножать на 5. И поэтому, как и у любого нормального разработчика, есть желание переписать все с нуля. И для новых людей вот это все дает очень большой порог входа. Я это испытал на себе. Через год сейчас я уже, конечно, многие вещи понимаю, но все, которые у нас есть проблемы, они никуда не делись. Что нужно говорить? Серега. Я не знаю. Ладно, мы-то не забыли. Это был? Не знаю. Что за происходит? Прежде чем что-то выбирать, новый фреймворк, давайте определимся с критериями. Для нас очень важно, чтобы у нас был SSR на V8, потому что у нас нет ноды. Также мы хотели бы более элегантный шаблонизатор, только не фест. И так как у нас очень большая аудитория и какая-то часть пользуется мобильными приложениями, для нас важно очень время первой отрисовки и вес бандла. Что касается популярности, то мы, конечно, не хотели ноунейм фреймворк, но и большой популярности мы от него не требуем. Потому что самый популярный не значит, что он самый лучший, идеально подходит под ваши требования и условия. Другими словами, популярность важна, но не критична. Также мы хотели бы, чтобы у нас была реактивность, без нее очень трудно. Нам бы удобно было пользоваться сингл файл компонентами, разбивать все на отдельные части. Большой плюс была бы хорошая документация. И в нашем проекте постоянно возникают ситуации, когда мы шарим какие-то компоненты, как виджеты. То есть мы их встраиваем кодом. Соответственно, здесь также важен вес бандла. Конечно, мы сегодня не будем серьезно рассматривать другие фреймворки. Я просто скажу, что у нас был какой-то выбор, и мы сделали свой выбор в пользу Svelte, тогда еще второй версии. В основном нас не устраивал вес, какая-то, может быть, своя разметка и поддержка браузерами. Прежде чем переписывать какой-то большой кусок кода, конечно, мы решили попробовать на чем-нибудь маленьком. У нас есть пульс, рекомендательная лента на главной странице. Она была написана нами на реакте. Мы решили, что мы ее перепишем на Svelte. И это сделали. Результат какой? В два раза сократился вес бандла. Это был просто эксперимент, это не сравнение фреймворков. Далее мы подумали, что бы нам еще такое переписать. И решили, что не будем идти маленькими шагами, а возьмем и переписываем сразу полстраницы. Это мы сделали успешно. И да, у нас теперь Svelte в проде. Вы можете посмотреть, зайти и увидеть, что там есть Svelte. И у нас был большой редизайн мобильной версии. И сейчас он проходит АБ-тестирование. Возможно, вам уже посчастливилось его увидеть. Если нет, то в конце будет ссылка, и вы можете с ним познакомиться. Давайте вернемся к нашим примерам. Вот этот пример массив ссылок. Как он выглядит на Svelte? Вот таким образом. Что мы видим? Меньше кода, все понятно. Даже если вы не знаете Svelte, все логично и все по делу. Есть деструктуризация, никаких проблем. Второй пример. Diff. Динамическими классами. Svelte решает просто элегантно. Тут даже не надо комментировать. Код просто ужимается в разы. Трайс Сар. На нашем новом мобильной версии Сар решается буквально в две строчки. Таким образом. В остальном это все такие же тонкости, как у всех. По разделению серверного и клиентского кода. То есть, как разделить, если у вас есть какой-то клиентский код, который только работает. Мы завязывались на он-маунт. И там что-то выполняем. Если у вас какие-то есть сторонние библиотеки, которые предназначены только для клиентского кода, то мы использовали roll-up plugin alias. Вспоминаем наш пример с поисковой строкой. Здесь даже не было еще верстки. И как-то все у нас в LTE. То есть, сразу видно, что нам не нужно самим никаких обработчиков. Мы ни за чем сами не должны следить. Даже следить за input мы не должны. Просто мы биндим значения и пишем if. Ни каких классов по скрытию объекта. То есть, тоже опять код решил уменьшиться в разы. Для тех, кто хочет последовать нашему примеру, скажу немного пару слов о инфраструктуре. Большинство из этого мы уже используем. И реакция наша положительная. Есть какие-то недочеты с TypeScript и, может быть, подсветкой в S-коде при процессорах. Но это не мешает разработке. Что хочется сказать в итоге? Первое, что хочется заметить, это что увеличилось счастье разработчиков. Программисты тоже люди, и мы хотим писать и читать понятный и чистый код. Соответственно, как видно было на примерах, что код увеличился не только в размерах, но и читаемость его явно улучшилась. Соответственно, так как у нас код стал меньше и более понятный, нам потребуется меньше времени, чтобы разобраться в какой-то проблеме и реализовать новую фичу. Соответственно, наша скорость лизов увеличилась. И для новых сотрудников, которые к нам приходят, стало все гораздо лучше. Если вы писали на другом фреймворке, React, Svelte, неважно, или просто знаете JavaScript и прочитали доку по Svelte, welcome. Спасибо, Руслан. Как и обещал, ссылка на новый тач, он будет доступен на пару дней, можете познакомиться, кому интересно. Ура! Супер вообще, Руслан, спасибо. У кого какие-то вопросы? Первое время не хотят спрашивать. Привет! Во-первых, скажу, молодцы, это вообще смело. Классно, что вы сделали. И вопросик, там было написано, что вы используете в технологиях Jest. Как Jest со Svelte живет? Как вообще юнит-тестирование компонентов Svelte поживает? Какой ваш опыт? Я понял вопрос. На самом деле мы только чуть-чуть познакомились с тестированием. То есть наша задача в целом была перейти на Svelte. И мы не сильно делали акцент на тестирование. То есть мы попробовали, что есть Jest, мы попробовали написать пару тестов, но мы не покрывали ничего еще. То есть это следующая задача, которую мы сейчас будем следовать. То есть наша задача на 2020 год перевести все наши проекты, которые нам принадлежат, главной странице, на Svelte, а потом уже сверху добавлять то, что не хватает. В том числе и тесты. Отлично. То есть у вас заканчивается end-to-end, ну, Cypress. Cypress только заканчивается тестирование. Ну, я же говорю, я сказал, что мы не все из этого прямо используем. То есть мы чуть-чуть попробовали именно протестирование, но еще ничего не внедряли. Спасибо. Приветики. Спасибо большое за доклад. Очень разделяю вообще вот этот переезд с кастомного шаблонизатора около XSRT на что-то более современное. Вот. Мне немножко автоповый вопрос. А как вы живете без ноды, и почему было принято такое решение? Так сложилось исторически. То есть я пришел год назад, и уже не было ноды. И пока в нашей компании не сильно готовы переходить на ноду по каким-то причинам, мне неизвестным. Ну, так сказали безопасники. Есть ли коротко? Здесь еще вопрос. Спасибо за доклад. Может быть тоже автоп. Ты сказал, что вы делитесь, шарите ресурсы виджетами. А у вас монорепозиторий, или как вообще с инфраструктурой? Нет, у нас наоборот много… Отдельно, да? То есть много наоборот репозиториев, которые мы отдельно разрабатываем. То есть этот пульс – это отдельный репозиторий. У нас есть на главной странице headline – это тоже отдельный репозиторий, который внедряется на всех медиапроектах. Спасибо. Еще вопросы? А можно чисто политический вопрос? Как другие команды относятся… Ну, я так смотрю, что судя по тем вакансиям, которые Mail.ru публикуют, там сплошной реакт. То есть вот на SVLT, а только ваша команда, других я как бы не отследил. Как другие команды, которые на реакте пишут, вообще относятся к вашему опыту? Ну, как бы интересно ли, интересуются ли, следят ли, как бы планируют ли пользоваться? Ну, они относятся с опаской, как минимум. То есть мы такие первопроходцы. Я поэтому сегодня пришел, чтобы популяризировать, и чтобы люди начали все-таки его использовать. Конечно, у нас спрашивают, как мы используем, и какие у нас есть проблемы. И в целом, возможно, многие проекты готовы перейти, потому что фест у многих проектов есть. И, возможно, это главный аргумент. Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. А как вы решаете проблему кросс-браузерности? То есть поддерживаете ли вы там те же экспореры? Поддерживаете или нет? И если да, то как? Это свелт, либо это какое-то другое решение для тех, кто сидит на старых браузерах? Спасибо. Главная страница поддерживает E11. То есть... И это решается полифилами. То есть вся поддержка решается полифилами. Да, да. Это просто свелт. И просто подключение полифилов. Так, еще. Да, спасибо за доклад. У меня, наверное, пару вопросов. Вы сказали, что в медиапроектах во всех используются вот ваши наработки. А, именно фест. А то, что вы на свелт написали, тоже в нескольких командах интегрируется так же или как? Не-не-не-не. Мы сейчас просто писали на свелт главную страницу. И у нас в планах как раз написать, допустим, хедлайн, которая сверху. Как раз то, что вставляется как виджет на многие медиапроекты. На все. А, вот. И как раз, как команды к этому относятся? Они готовы прям интегрировать виджет свелт? А, это же, они просто получают скрипт. Они просто получают скрипт и вставляют, как виджет. То есть они этим не управляют. И они, по сути, им не важно что. Главное, чтобы размер бандл был наименьшим. А нужна ли им настройка какая-то у этого виджета своя? Ну, там, да, можно взять конфиг. И просто на входе какой-то будет конфиг. Ну, как пропсы пробрасываем. На вход к главному приложению. Да, то есть у команд сторонних не будет желания как-то адаптировать вот именно виджет под свой, под реактом или под другой фреймворк? Не, не, не будет. Они могут просто отдельно смотреть, нравится ли им свелт и внедрять в свое приложение. То есть если не захотят, то и не будут. Да, ну, нет, именно наш виджет они внедрят, потому что это, ну, он на все проекты вне зависимости от того, хочет или нет. Вот так. Просто я на своем опыте говорю то, что у нас хотят внедрять тоже вроде подобия, то есть шапка. Но там команды есть и на Vue, и на React, и на Next.js, на Angular, и не каждый захочет себе внедрять именно на свелт. И все хотят что-то вроде адаптера, как свелт-адаптер как раз. У вас такой ситуации не будет, я так понимаю. Нет, пока не было. Ну, то есть мы пока еще не пишем хедлайн на свелте, но скорее всего не будет никакого адаптера. Ладно, спасибо. А вот, может быть, прослушал, что значит звездочки? Ну, это где есть погрешности, которые мы заметили. Понял. И тогда еще вопрос, были ли проблемы со Storybook? Нет. У вас свелт билд на RollApp, да? Да. Ну, у нас есть несколько сборок, несколько проектов на RollApp тоже. Storybook на Vpack, вы, получается, параллельно лодеры для Vpack такие же брали и такие же для RollApp? Да, там на Vpack был. Ладно, спасибо. А вот такой вопрос. То есть у вас, наверное, есть уже система как бы доставки вот этого виджета, да, хедера? Да. Сейчас это просто скрипт. То есть, в принципе, на чем он написан, совершенно не важно. Да, в итоге получается скрипт. Да, да. Это отлаженный механизм, просто чтобы все понимали, да? Это у них есть какой-то отлаженный механизм, как они доставляют виджеты, и как бы он уже там себе инкапсулирует вот эти вот отличия. Да, да, да. Просто мы его напишем на Svelte. Еще раз. И тогда сразу SSR ведь, наверное, все равно команд есть у некоторых? Не знаю. Наверное, есть. Что вы будете тогда делать? А что делать именно? Ну, то есть им нужно… Ты про этот виджет имеешь в виду? Ну, им нужно не скрипт загрузить, а, например, сразу разметку уже на SSR выдать. Ну, мы же делали SSR, так же и сделаем для хедлайна. А, у вас, то есть два бандла будет? Ну, да. По сути. Хорошо, спасибо. Я думаю, вы можете потом как индивидуально на это тему пообщаться. Давайте в кодуары. Еще вопросы? В мейл.ру главная страница. Неужели ни у кого нет вопросов? Ладно, значит нет. Спасибо, Руслан. Супер доклад. Спасибо. Спасибо.